Ведущая передачи «Уголовный процесс» Добрый день, уважаемые зрители! Программа «Уголовный процесс» Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Уголовный процесс» Кандидат юридических наук Ислам Рамазанов Будьте любезны, Ислам, мы очень вам благодарны за то, что вы пришли Еще более мы благодарны за те журналы, которые вы публикуете За те статьи, которые вы в них публикуете За ту проблематику, которую вы в них раскрываете Поэтому давайте мы с вами поговорим о свежем майском пятом номере Журнала «Уголовный процесс» за 2023 год И осветим пару вопросов, которые здесь опубликованы Ну, главную тему пятого номера мы посвятили защите прав потерпевших Она родилась спонтанно немножко Ну, к нам обратился подписчик с своей проблемой Она заключалась в том, что он защищал интересы потерпевшего по уголовному делу Частного обвинения Потерпевший, к сожалению, умер Но до того, как состоялся приговор Но смерть его не была связана с последствиями совершенного в отношении его преступления И встал вопрос, а как, в общем, дальше быть Как представлять, когда доверенность теряет силу После того, как человек умирает Который выдал эту доверенность Как представлять интересы родственников умершего и так далее И действительно, отправной точкой послужил вот этот вопрос Ответ, на который мы разместили Практический ответ Как быть в текущей ситуации пробелов УПК И обрамили, скажем так, эту тему и другими Вечно зелеными вопросами В том числе, связанными с защитой прав потерпевших Но это, естественно, не все Это только, наверное, процентов 30 От того, что вошло в пятый номер В одном из разделов журнала «Уголовный процесс» Есть такая рубрика «Новое в УК и в УПК» Ислам, будьте любезны, расскажите о тех новшествах Которые опубликованы в этом номере журнала Мы, наверное, только в первую очередь Коснусь основной такой, скажем, новости Она не касается, собственно, законодательства Изменения его норм А касается их применения Конституционный суд месяца два назад Исследовал проблему применения Часть 2-й 158-й статьи Уголовного кодекса Связанной с преступлением в виде кражи Хищения имущества С проникновением в помещение Или иное хранилище Так называемое Так вот, там Обратился с жалобой в Конституционный суд Заявитель, который сдавал в аренду Помещение парикмахерской В один из дней в нетрезвом виде Проник, сам, собственно, в это помещение Украл там микроволновку Продал ее за 2000 рублей Ну и, соответственно, был осужден Как за кражу с проникновением Конституционный суд посчитал эту проблему достойной И, на мой взгляд, очень взвешенную позицию Отразил в своем постановлении К сожалению, номер не помню сейчас на памяти Но в журнале все есть Можно все скачать Особенно в электронной версии Так вот, он сказал, что Если кражу совершает собственник помещения То суду и следствию надо будет выяснить Режим доступа Собственника в это помещение Грубо говоря, если законом или договором Был предусмотрен какой-то режим Например, он может заходить раз в месяц По договоренностью с арендатором помещения А проник в него ночью, совершенно никого не славя в известность То здесь можно говорить как раз о краже с проникновением Если никакого вообще не было Никакой устной письменной договоренности не было Совсем То есть предполагалось, что, в принципе, собственник может в любое время зайти То здесь сомнения будут трактоваться скорее в пользу обвиняемого И вот на те обстоятельства, которые в подобных ситуациях надо обращать внимание Как раз Конституционный суд обратил свое уже внимание Рассказав, какие обстоятельства надо устанавливать Чтобы правильно квалифицировать действия в этих ситуациях Это очень важное постановление Я думаю, что оно понадобится Тогда нашим зрителям озвучу, что это постановление 13П От 31 марта 2023 года Добавлю только, что мы по итогам этого постановления Его анализа небольшого сделали процессуальный документ В виде ходатайства при квалификации с части 2-й и 158-й статьи На простую кражу, на часть 1-ю Как раз обосновывая это той позицией Которую в постановлении 13П Конституционный суд изложил Но с электронным документом наши зрители смогут ознакомиться В электронной версии журнала «Уголовный процесс» И еще один момент В своем журнале вы публикуете одну статью Говоря о том, как адвокат защитил своего подзащитного Который умер на стадии судебного рассмотрения Давайте рассмотрим, пожалуйста, это дело Да, в рубрике «Практика защиты» у нас описана ситуация Дело достаточно свежее В прошлом году оно закончилось в Санкт-Петербурге Там речь шла о том, что человек был обвинен в особо тяжком преступлении 111-я, по-моему, часть 2-я И, в общем-то, всеми доказательствами по этому делу Были только по факту только то, что он ранее был судим за аналогичные преступления Даже нет, статья была часть 4-я, 111-я Это мышечная причина тяжкого вреда здоровью Повлекшая смерть по неосторожности потерпевшего Ну, по сути, убийства Человек был ранее судим Там была абсолютно бытовая ситуация Двое ведущие такой маргинальный образ жизни Один другого встретил, пригласил к себе домой Они распили спиртное Потом один начал выпроваживать второго Вроде бы выпровадил, небольшой был между ними конфликт На следующее утро в подъезде дома одного из них нашли мертвым Со следами побоев Соответственно, кто последний видел его? Сбутыльник Сбутыльник ранее судим, значит, он и убил Да, логика вот такая железная была у следствия Однако, кроме этой логики, больше нечего было представить Благо, нашелся свидетель, соседка по дому Коммунальной квартире, которая, в общем-то, дала показания, которые разрушали все обвинение В итоге они его и разрушили И суд первой инстанции, насколько я помню, на восьми буквально листах Разбомбил все обвинение и вынес оправдательный приговор Причем обращу внимание, что это было, это дело слушалось не присяжными, а единолично судьей Что Софья, как адвокат, вы, наверное, подтвердите большая редкость Вообще, единичные случаи, это нонсенс практически Да, и вот тут выигрыш, так скажем, защиты Но дело мрачилось тем, что прокуратура обжаловала приговор И вот между... до того, как апелляционная инстанция в лице Санкт-Петербургского городского суда Пересмотрела приговор и оставила приговор правильный в оправдательной силе Вот оправданный умер по болезни Ну, с пьянством ли это связано или еще с чем-то, не буду говорить, не знаю А вот, ну, человек просто скончался И, естественно, в этой ситуации адвоката стали заверять, что О, да он умер, сейчас всех, все, в общем, спишут снова на него Отменят оправдательные приговоры, это же легче всего Вот у нас система обвинительная Ну, ничего подобного Санкт-Петербург абсолютно развеял все эти страхи Санкт-Петербургский городской суд Несмотря на то, что человек умер Он абсолютно полностью подтвердил законность Обоснованность оправдательного приговора И оставил его, скажем так, честное имя Да, да, честным Честь и хвала такому адвокату Внесу маленькую ремарку, что защищая На стадии следствия своего подзащитного Выполняя требования 217 Адвокатам были изучены показания оперативных сотрудников Которые приезжали после драки, после ссоры К месту жительства одного из собутыльников и обвиняемого Но потом указанные оперативные сотрудники И вообще сотрудники полиции Они изменили свои показания в суде И дали более расширенные, более подробные показания Которые якобы они вспомнили Адвокат, применив тактику защиты Смог опровергнуть все эти показания В том числе и путем допроса соседки Которая жила с ним на одном этаже Поэтому честь и хвала такой защите Да, и еще самое главное Адвокат был не по соглашению, а по 51-й Тем более честь и хвала Да, абсолютно согласен Небольшое уточнение Да, действительно, он вступил в дело по 51-й Потом уже они соглашение заключили Но несмотря на... Соглашение уже фактически утратило силу Со смертью стороны Одной из сторон В данном случае обрабанного И тем не менее, правоадвокат решил продолжить Так скажем, пробону, да, работу И добился оправдания Действительно, неординарная такая работа И очень хороший пример Нормального, правильного правосудия Ислам, я вас благодарю за сегодняшнюю встречу Мы ждем новых тем в новых журналах Мы будем приглашать вас и ваших авторов Которые печатаются для того, чтобы оглашать нашим зрителям Различные проблемы Но если у вас будут вопросы, пишите в комментариях Мы будем высылать их Исламу Для того, чтобы получать ответы И давать новые темы для публикации в журнале Благодарим Да, спасибо большое вам за внимание Что были с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому